Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! Человечество с незапамятных времен страдает заболеваниями органов движения. Термин «артроз» и «артрит» вошел в медицинскую практику со времен Гиппократа. Самое досадное, что заболевание распространено во всем мире и страдают, прежде всего, это лица молодого и среднего возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения, 3% от всех инвалидизированных – это инвалиды, связанные с заболеваниями органов движения. Мы не могли остаться в стороне от этой проблемы, и поэтому сегодня поговорим о заболеваниях суставов. Сегодня мы беседуем с областным ревматологом Юрием Ярославовичем Кицкало. Юрий Ярославович, ну, например, здравствуйте! Известный постулат, что движение – это жизнь. Скажите, пожалуйста, если ноги не ходят, а спина не разгибается, какая это жизнь, а тем более качество жизни? Мой вопрос в следующем. Что приводит к патологическим изменениям в суставах? – Добрый день, Петр Петрович, добрый день, уважаемые телезрители. Вы совершенно правы, на сегодня заболевание суставов является одной из ведущих причин не только нарушения качества жизни, но и инвалидизации в стране. Вот поэтому тема эта очень актуальна, это захватывает достаточно большое количество населения. На сегодняшний день суставы поражаются при более чем сотне разных нозологических единиц, но такое общественное и социальное значение имеет поражение суставов при четырех наиболее распространенных ревматологических заболеваниях, таких как остеоартроз, как ревматоидный артрит, как группа спондилоартропатии и как подагра. Я думаю, что в нашей сегодняшней с вами беседе мы затронем круг вот именно этих заболеваний. Причины, они существуют, в общем-то, двоякие, вот те в нозологии, которые я перечислил, одна из них, которая наиболее распространенная остеоартроз, это чисто дегенеративное поражение, то есть будем говорить так, что это закономерное старение суставов новых вещей. Ревматоидный артрит и группа спондилоартропатии, это заболевания воспалительные, которые по механизму существенно отличаются и по тактике лечения дальнейшего от остеоартроза. Подагра относится к разновидностям микрокристаллических артропатий, это обменное нарушение системное, которое в первую очередь поражает суставы. Ну вот часто спрашивают, чем отличается артрит от артроза и насколько каждое из этих заболеваний более серьезно, на ваш взгляд, как специалиста? Ну, сказать однозначно невозможно, можно сказать, что по патогенезу, по механизмам развития болезни, это заболевания прямо противоположные, то есть в основе артроза, как я уже сказал, лежит старение суставного хряща, то есть суставной хрящ, как прокладка, теряет свои свойства амортизации, нарушает таким образом подвижность как в суставе, так и изменение со стороны сопутствующих костей. Ревматоидные артриты, группа спондилартропатии, это заболевания воспалительные, вот в первую очередь играет роль воспаление в генезе поражения хряща, но на поздних стадиях этих заболеваний закономерно развивается вторичный остеоартроз, то есть процесс переходит и на суставной хрящ. Насколько заболевания эти более важны в плане нарушения качества жизни, о чем мы с вами говорим, Ну, сказать однозначно сложно, по той простой причине, что ревматоидный артрит, допустим, это тяжелое воспалительное заболевание, которое при своевременно на ночном лечении и при соблюдении комплайнса, так называемого, то есть соблюдение пациентами всех рекомендаций лечащего врача, в общем-то в 70-80% случаев процесс удается приостановить. Что касается остеоартроза, когда касается вопрос поражения крупных суставов конечностей, когда больные обращаются уже поздно с существенным нарушением функции, то прогноз у таких больных даже более, менее благоприятен, вернее, чем при воспалительных поражениях суставов. Поэтому однозначно сказать сложно. Здесь решающую роль играет, наверное, все-таки раннее обращение, ранняя диагностика. Юрий Рославович, вы как ревматолог, скажите, пожалуйста, свою точку зрения. Вот ревматизм, казалось бы, мы уже его победили, в принципе, существуют и протоколы, и программы по качеству лечения данного заболевания. Тем не менее, симптом, который встречается при ревматизме, я имею в виду ревматический артрит, да, если я правильно сказал. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день это действительно большая проблема, или же он уступает тем артритам, о которых вы сказали, другой воспалительной этиологии? Отвечу на этот вопрос очень просто. На сегодня понятия такого, как ревматизм, уже не существует в современной медицине. Есть две нозологии, которые одна в другую иногда переходят. Это острая ревматическая лихорадка, которая сопровождается поражением суставов, которая страдает в основном население от 7 до 15 лет. У больных, у которых эта стадия не была вовремя выявлена и соответствующим образом пролечена, у части больных развивается хроническая ревматическая болезнь сердца с формированием пороков сердца. Но, учитывая то, что на сегодняшний день изменился немножко подход, и большинство больных с перенесенной ангиной получают антибиотики, соответствующие лечения, количество ревматических пороков сердца резко упало. Мы очень редко сейчас встречаем свежие метральные стенозы. То есть, в принципе, говорить о том, что данная проблема актуальна в практике взрослого ревматолога, наверное, это не совсем правильно, в ревматологической педиатрии, в кардиоревматологии детской, это действительно актуальная проблема, потому что своевременное выявление и лечение острой ревматической лихорадки практически с очень высокой долей вероятностью, больных таких предупреждает от формирования пороков сердца. Юрий Анатольевич, я думаю, что не безинтересно нашим телезрителям бы узнать, или как бы мы пролили какой-то свет, кроме ревматизма, который вызывается с трептококком. Скажите, пожалуйста, существуют гонороидные артриты. Сегодня ведь среди молодежи довольно частые заболевания венерическими, как бы мы не проводили эту пропаганду о безопасности секса, все равно это все встречается и так далее. Какой удельный вес? Вот насколько это опасно? Особенно мне хотелось, чтобы вы это сказали для наших молодых телезрителей. Гонороидные и другие артриты, которые таят в себе эту опасность. Тут опять-таки в плане нозологии нужно четко очертить две вещи. Дело в том, что поражение суставов, связанное с венерическими заболеваниями, существуют две группы. Гонорийный артрит, о котором мы говорили, это по механизму развития артрит гнойный. Я, честно говоря, классический гнойный артрит за свои 25 лет профессиональной деятельности видел один раз. Наверное, это связано с той же причиной, по которой практически исчезла остраематическая лекаратка, с широким применением антибиотиков. Кроме того, существует к разновидности спондилартропатии, о которых я говорил, относится реактивный артрит, их раньше так называли, в том числе и болезнь Рейтера, которые вызывают сухоломедийные инфекции. Ну, тема эта достаточно актуальная, хотя я должен сказать, что в последнее время этих болезней не так много. Частота эпидемиологическая где-то составляет 5 человек на 100 тысяч населения в год, то есть на миллион взрослого населения Николаевской области это 50-60 человек в год. Это, наверное, та ниша, которая все-таки имеет дополнительные резервы для лечения, то есть у части этих больных может быть эффективная театропная терапия, то есть применение соответствующих антибиотиков, но это опять-таки вопрос ранней диагностики. Да, но до недавнего времени проблема хламидийных артритов и вообще хламидийных заболеваний желчного пузыря, в общем, это она была достаточно... Может, они просто обращаются к гастроэнтерологам и эти вовремя санируют желчные пузыри и так далее, поэтому, наверное, меньше осложнений именно на суставах. Скажу, Петр Петрович, что я особых проблем суставных, связанных напрямую с желчным пузырем не видел, не знаю. Что касается реактивных артритов, вот этих хламидийных, о которых речь шла, ну, наверное, действительно, как и для всех торч-инфекций, которые многие годы диагностировались на основании иммуноферментного анализа, то есть повышения титров иммуноглобулинов специфически к данной инфекции, я думаю, что просто-напросто был период, когда была гипердиагностика. На сегодняшний день мы не ориентируемся чисто на данные иммунологические. Данные артриты все-таки в первую очередь имеют свою классическую клиническую картину. Если этого нет, то на результаты бактериологии и сирологии мы просто не ориентируемся. Не реагируем, не ориентируйтесь, да? Вот скажите, пожалуйста, вы затронули такую тему в отношении остроартроза, да? Вот здесь какие-то есть подвижки в плане сегодня инновационных каких-то технологий в лечении и диагностике? Ну, лечение остроартроза все-таки изменилось, и если так проводить аналогии, они до сих пор немножко лечения отличаются в рекомендациях, скажем, европейских, американских. Вопрос заключается в том, что тема актуальна, потому что остроартроз, я уже говорил, это самая распространенная на золу герематологическая, самая основная причина поражения суставов у людей, особенно возраста пожилого. В среднем по статистике остроартрозом болеет 16% населения, но учитывая то, что это рассчитывается на все взрослое население, эта цифра относительно гораздо выше, прямо пропорционально возрасту пациентов. Так, у больных после, у пациентов после 55 лет остроартроз встречается уже 50% обратившихся пациентов. С выше 75 лет остроартроз имеет клинически значимое место у 80% людей. Поэтому, естественно, в последние годы все ведутся новые разработки новых препаратов. На сегодняшний день, если брать точку зрения европейскую, существует доказательная база, ну, во всяком случае, это касается остроартроза коленных суставов у пяти группам препаратов. Вот я их перечислю вкратце. Вкратце, это хундроидинсульфат, глюкозаминсульфат, диацерин, гиалуроновая кислота для внутрисуставного введения и неомыляемое соединение сои и авокадо. Существует такой препарат оригинальный пиасклидин. Это касается остроартроза. Эти препараты все, кроме гиалуроновой кислоты для внутрисуставного введения, эффективны исключительно при приеме внутрь. Поэтому ряд препаратов, которые использовались раньше и продолжают использоваться для лечения артроза в виде инъекций внутримышечных или подкожных, не имеют соответствующей доказательной базы, во всяком случае, в Европе. В Америке до сих пор по этому поводу ведутся дискуссии. Если взять рекомендации артроза, в Американской ревматологической ассоциации, на сегодня, к сожалению, такого четкого места ниши для вот этих хондропротекторов, которые я перечислил, ее не существует. Поэтому американцы на сегодня в лечении остроартроза обращают внимание в первую очередь на модификацию образа жизни и на применение обезболивающих препаратов и нестероидных противовоспалительных препаратов. Мы на сегодняшний день все-таки больше склонны и видим результаты от применения вот этих модифицирующих болезнь препаратов. И больным рекомендуем. Потому что выявление раннее и лечение остроартроза на той стадии, когда еще не наступили необратимые изменения для функции суставов, оно во всяком случае процесс прогрессирования задерживает. Юрий Руслович, а что, собственно говоря, это закономерное явление, оно неотвратимо изменение, патологические изменения вот хрящевых прокладок, что ли, скажем. Ведь когда-то, в общем, наверное, революционное было открытие вот в отношении хондропротекторов. А вот как на сегодняшний день? Это имеет место, я имею в виду, в плане положительного сдвига в лечении этих заболеваний? Ну, я уже сказал, что раннее применение хондропротекторов, оно эффективно, но в любом случае, независимо от стадии остроартроза, то есть времени, когда обратился пациент к нам рано или поздно, в первую очередь мы обращаем внимание на модификацию образа жизни. Все-таки это питание? Да, остеартроз – это процесс, в первую очередь, механического повреждения, поэтому основа профилактики и лечения остеартроза – это ограничение нагрузки на сустав. Питание имеет значение в том отношении, что больной не должен прибавлять вес, то есть снижение массы тела – это ведущий фактор остановки прогрессирования остеартроза. Меньшая сила и нагрузка на суставы, поэтому обращаем внимание обязательно на питание, на то, что пациент должен не набирать вес или максимум снизить лишние килограммы. Тут особых рекомендаций конкретных нет, диета должна быть в первую очередь малокалорийной, то есть ограничивается применение животных жиров, приправ, пряностей, то, что повышает аппетит, ограничивается количество сахара. Рекомендуется настоятельно продукты, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты, в частности, морские сорта рыб. Рыба вообще в этом отношении в плане остеартроза более благоприятным действием обладает, чем мясо. Кроме всего прочего, рекомендуется частый дробный режим питания, уменьшение количества кондитерских изделий, белого хлеба и все прочее. Второй подход, который позволяет улучшить механику суставов, то есть устранить механический фактор прогрессирования, это ограничение статической нагрузки на суставы. Именно статической? Статической, динамической тоже, но статической в большей степени это касается длительного стояния подъема тяжести. В плане механической нагрузки очень нежелательная длительная ходьба, бег, особенно на короткие дистанции, прыжки, поднятие тяжести. Это факторы, которые механически разрушают механику суставов. Женщинам мы не рекомендуем высокий каблук, обувь должна быть удобная, спортивного типа. Если человеку хочется подвигаться, рекомендуем настоятельно заболевание велосипедом, и особенно плавание. Плавание – это вообще универсальный способ лечения любой суставной патологии. Если есть нарушения врожденные, ну типа, допустим, плоскостопия, деформации стопы и так дальше, могут помогать изготовлению ношения ортезов. И в конце концов, когда уже нарушена механика, все-таки больным, хотя это не всегда всем удобно, рекомендуем пользоваться тростью. В поздних стадиях косты. Это чистая механика, механическая разрузка суставов. Ну вот вы сказали, что и динамическая нагрузка тоже влияет. А как тогда объяснить такой факт, что очень много пожилых людей увлекаются марафонским бегом? И при этом они… Вот скажите, вот здесь какая закономерность ограничения, или же все-таки позволить людям заниматься бегом трусой, и так далее, и тому подобное? Как вы вот к этому относитесь? Нет, бегом трусой я бы не возражал, но я совершенно не уверен, что человек с клинически значимым остеоартрозом побежит в марафонскую дистанцию. Ну то есть, а есть категория людей, у которых нет именно признаков остеоартроза, они занимаются… У 20% больных, вернее, пожилых людей остеоартроза нет. Виноват здесь марафон или что-либо другое, я не готов. То есть, это не неизбежность вот такая, что все-таки можно. Ну вот теперь мне бы хотелось сказать, вот сегодня, конечно, очень сложно рекомендовать больным, и то, о чем, да, понятно, противовоспалительные специфические препараты, ну, наверное, в ряде случаев и гормональная терапия, и то, о чем вы говорили, хондропротекторы. А вот в отношении водолечения, грязелечения, радоны, вот сегодня этот арсенал, который широко использовался раньше, он имеет место? Он применяется до сих пор. По большому счету, если у больного процесс стабилен, не прогрессирует, если нет сопутствующего воспаления, так называемого синавета вторичного, то физиотерапевтическое лечение, водолечение, больное лечение может применяться в полном объеме. Вот, ну, за исключением тех нюансов, что все-таки больные с остеартрозом, это больные возрастные, и нужно обращать внимание на сопутствующую патологию. Ну, наверное, каждому из нас известно, что если колен, как говорится, не сгибается, то действительно большие проблемы в плане передвижения. Вы вот сказали, что самое главное – это вовремя обращаться, в общем-то, к врачу и получать рекомендованную терапию и так далее. Это может предотвратить или, во всяком случае, удлинить процесс, да, нормального, в общем-то, уровня жизни. Хотя мы с вами сталкиваемся, и у вас, наверное, проходят обследования больные, которым уже консервативная терапия не помогает, и им показано протезирование. И сегодня это довольно-таки широко практикуется. Вот ваша точка зрения на этот счет, и почему все-таки люди допускают себя до такого состояния, когда нужен уже протез? Эндопротезирование имеет место в финальных стадиях хостеартроза, но опять-таки все-таки хочу подчеркнуть, что это крайняя мера, это больные, которым заболевания даны по разным причинам. Либо по причине позднего обращения, либо по причине недостаточно четкой диагностики упустили тот процесс, когда консервативное лечение могло бы еще помочь. Нет никаких вопросов в этом отношении, когда касается проблема поражения крупных суставов, особенно это касается поражения тазобедренных, либо коленных суставов. В поздних стадиях, собственно говоря, этим больным для улучшения качества жизни уже ничего другое не поможет. Но опять-таки это проблема поздней диагностики и позднего лечения. Ну, сегодня это, как говорится, решает проблему этих людей в плане улучшения их двигательной способности? Если касается поражения одного или двух суставов, это решает проблему радикально. Ну и тогда, наверное, нашим телезрителям небезынтересно узнать, где можно протезирование это осуществить? Ну, опять-таки, мое личное мнение, очень неплохо в Николаевской области протезируют суставы на базе 3-й городской больницы. Результаты, опять-таки, на мой взгляд, я не буду утверждать, ничего не хуже, чем в Киеве, Днепропетровске, где этим занимаются давно. В ортопедо-травматологическом отделении 3-й городской больницы в Дубках. Понятно. Для этого нужно пройти обследование, естественно? Ну, для этого проводится, да, рентгенологическое исследование, производится консультация травматолога. При необходимости консультации ревматолога обычно в отношении нас и ортопедов-травматологов никаких проблем нет. У нас тактика в отношении этой категории больных однозначно. Если мы консервативно ничего уже не можем сделать, и, я же говорю, 3-я, 4-я стадия остеоартроза, когда любое консервативное лечение проблемы не решает абсолютно, это пациенты, ортопедов-травматологов, кандидаты на эндопротезирование. Да, мы вот сейчас вот говорили с вами, но вот мы не коснулись такого понятия, как анкилозы, анкилозирующие вот эти патологические состояния. Может, вы тоже несколько слов скажете, чтобы люди различали? Я перечислил группу заболеваний, которой мы наиболее часто занимаемся, и обратил внимание на группу спондилы артерпотеи. Это несколько нозологических единиц, наиболее тяжелая из них, наиболее значимая в плане неблагоприятного прогноза – это анкилозирующие спондилит, то, что раньше называлось болезнью бехтерио. Проблема очень большая. Проблема заключается в том, что при поражении преимущественным позвоночника, а не периферических суставов, так называемая аксиальная форма, на сегодняшний день, допустим, в отличие от ревматоидного артрита, где существует арсенал достаточно мощных препаратов, мы их называем средствами базисной терапии, которые способны остановить воспалительный процесс, предупредить прогрессирование болезни. К сожалению, при центральной форме анкилозирующего спондилита эти препараты не работают. В экономической ситуации, которая у нас на сегодняшний день, таким больным, кроме как постоянного приема нестероидных противовоспалительных препаратов и занятий лечебной физкультуры, мы ничего предложить не можем. Существует мощная группа препаратов, которые применяются для лечения ревматоидного артрита и анкилозирующего спондилита на основе моноклональных антител, так называемой иммунобиологической терапии. На сегодня для лечения анкилозирующего спондилита зарегистрировано в Украине 4 препарата из группы ингибиторов фактора некрозоопухоля, альфа-олеевого рецептора. Но, к сожалению, экономическая стоимость этих препаратов, которая начинается от 25 тысяч гривен в месяц, неподъемно. Да, недоступно. Вот давайте еще коснемся одной вещи, ну, на мой взгляд, как, я так думаю, это будет интересно и телезрителям, какое место занимает рентген-терапия при лечении этих заболеваний и лазеротерапия? Потому что частные клиники широко рекламируют эти методы лечения. А на Ваш взгляд, эффективность их? Ну, к лазеротерапии мы последние годы не прибегаем по разным причинам, по причинам отсутствия четких показаний, протоколов и так дальше. Что касается рентген-терапии, есть одна нозология, при которой данная методика достаточно эффективна, это пяточный шпорт. То есть там это эффективно, а все остальное, в общем-то, в качестве хондропротектора нельзя рекомендовать рентген-облучение. Говорю о своем собственном мнении. Понял. Ну, у Вас же оно опирается на наблюдение, которым Вы располагаете. Ну, что ж, я думаю, что в основном мы как бы осветили суть проблемы и сказали нашим телезрителям, что и как называется, и что при этом страдает. И уже отметили, что для этого нужно делать, чтобы уменьшить риск инвалидизации. И тем не менее, в заключение мне хотелось бы, чтобы Вы все-таки в качестве пожелания сказали нашим телезрителям несколько слов. Ну, уважаемые телезрители, пожелать могу одно. Если у Вас появляются какие-то проблемы с суставами, особенно это касается тех, у кого в семье есть проблемы с ревматологическими заболеваниями суставов, при появлении проблем обращайтесь к ревматологу. Мы все-таки большинству больных, особенно на ранних стадиях, при своевременном врачении, можем помочь. Областная консультативная поликлиника в Лисках, прием ревматолога каждый будний день, объем обследования минимальный для начала, общий анализ крови, общеклинические анализы, ну, если сделаны рентгенограммы, привозите, если нет, можем сделать всегда у нас. Вот. Чем сможем помочь Вам? Поможем. Ну, опять-таки, это касается, чем раньше это делать, тем лучше. Будьте здоровы. Юрий Аслович, большое спасибо. С Вами, прежде чем попрощаться, тоже хочу пожелать Вам, уважаемые телезрители, очень долгой двигательной активности. Прислушивайтесь к совету специалистов, и качество жизни Ваше значительно улучшится. До свидания, до новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова